Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Напомню, что на прошлом занятии нам так и не удалось запустить кампанию. Мы были уже буквально в шаге, но платежная информация нас подкосила. Все было бы скомканно и я решил все-таки перенести старт кампании и переход в продвинутый Google Ads в это видео. Вот мы создали объявление. Тут есть три заголовка. Нужно заполнить все три. Текст. С заголовками и текстом объявления, конечно, все непросто. Любой специалист вам скажет, что тут есть два фундаментальных правила. Первое – ключевые слова в заголовке. То есть если ключевое слово создать сайт, значит и в заголовке должно быть про создать сайт. И второе – это призыв к действию в тексте. Вроде бы да, а вроде бы нет. Посмотрите на большинство объявлений в выдаче. Кликни и получи. И подумайте, хочется ли вам кликать и получать. Но понятно, что и заголовок должен быть релевантным запросу и текст к чему-то должен призывать. Я лишь говорю о том, что тут надо приложить фантазию и не бояться экспериментов. Сделайте 20 объявлений и посмотрите, какое работает. Меня иногда выбор пользователей удивлял. В данном конкретном случае мне почему-то кажется, что фраза специалиста из Москвы может заинтересовать тулечей большее, чем научим бесплатно. Да, и вот это важно. Что вести это объявление должно не на главную страницу, а на конкретную статью на сайте. То есть копируете URL и вставляете вот сюда. Далее бюджет. Тут все ясно. Сколько будет примерно просмотров и сколько кликов. Решайте сами. Можно меньше нижней границы, но тогда ваши объявления могут не показываться. Хотя, если он берет за клики, то и пожалуйста. Может и не показывать. Просто он ничего не заработает, а к вам никто не зайдет. По настройке Google Adgrance тут есть своя специфика, о которой я буду рассказывать позже. И тут можно добавить еще объявлений, которые будут стоять в ротации по этим ключевым словам. Можно создать с нуля или сделать копию существующего, немного поменяв текст. Тут есть ограничение на количество знаков. Он показывает сколько осталось и не даст ввести лишнее. Поэтому с одной стороны нужно быть лаконичным, с другой продумать, как разбить заголовок на три независимых, но связанных. Тоже с текстом. Ну и объявление можно удалять. И тут у нас общие настройки и платежные данные. Часовой пояс и так далее. И вы либо представитель организации, либо частное лицо. Я выберу частное лицо. Адрес, название и так далее. И форма оплаты. При работе Poet Grants вам тут нужно будет указать страну, в которой вы находитесь, часовой пояс и выбрать в качестве валюты доллар США. Это важно. Доллар США. И ни в коем случае не указывайте здесь данные кредитной карты. Google говорит, что может начать списывать у вас деньги. Так как тут все автоматизировано, а робот он и есть робот. При создании же обычного аккаунта, мне кажется, работать по предоплате это оптимально. Есть деньги, закинули на счет, реклама пошла. Нет, не закинули, остановилась. Но это тоже на ваше усмотрение. А здесь способы оплаты. Вы либо сразу можете закинуть денег, например, по карточке, либо потом. Согласен отправить. Забыл название. И вот так нас поздравляют. Кубок чемпиона. Компания пока находится на рассмотрении. Не помню, сколько занимает рассмотрение, но точно меньше суток. Они, по-моему, пишут, что час. И после рассмотрения ваш аккаунт выглядит так. Вот наша компания, которую можно приостановить. Но она сейчас и так не работает, поскольку на счету нет средств. Положить деньги на счет можно здесь. Вот тут оплата по карточке, через Яндекс.Деньги и Вебмани. Указали сумму, внесли платеж. По компаниям можно все перенастраивать, изменять. А вот, например, объявление. Как добавить новое, удалить или изменить существующее. Я уже показывал. Можно изменить ключевые слова. Бюджет. Геотаргетинг. Словом можно изменить все. Здесь собраны все ваши компании. У нас она пока одна. А здесь можно создать новую компанию. То есть пройти все эти шаги, которые мы прошли при заведении этой компании. Ну то есть когда я говорил, что на сайте Теплица можно, например, рекламировать продукты, то есть теплосеть или Кандинского. Или завести пользователей на какую-нибудь топовую статью с прицелом, например, на подписку. Словом, если цели разнятся, под каждую лучше заводить свою компанию. Со своим набором ключевых слов, со своим таргетингом и так далее. Но это если говорить об экспресс-версии. В классическом интерфейсе, который все еще называется для нас продвинутой версией, работать с ключевыми словами можно в рамках одной компании, меняя их на уровне группы объявлений. Поэтому к классической версии мы наконец-то и переходим. И делается это в один клик. В настройках перейти в режим эксперта. Google, мне кажется, опять пытается нас удержать от этого ужасного шага, но мы будем непреклонны. Вот он, тот ужасный режим, которым нас пугал Google. На первый взгляд кажется, что ничего особо не изменилось, но это только на первый. А вот как выглядит экспертный уровень на примере аккаунта благотворительного фонда «Живи сейчас». Кроме большого количества компаний и группы объявлений тут есть еще дополнительные закладки. Каждая со своим предназначением великим и ужасным. Словом, глядя на такой аккаунт, начинаешь верить Google и сразу хочется вернуться к Google Ads Express. Но не пугайтесь. Буквально через пару видео вы будете тут как рыба в воде.